Двойной удар получил блогер, боец ММА по прозвищу Чеченский Халка. Ты не мужчина, знай для себя. Ты мужчиной был бы. Мы с тобой один на один решили бы этот вопрос, никого не втягивая. Попросили прокомментировать недавний инцидент, в котором наши земляки и наши братья побили гостей из Чечни. Мы все понимаем, что это недоразумение. Это чуждо для нас поведение. Мы, горцы, всегда почитали, почитали, уважаем гостей. Данный инцидент, я думаю, это всего лишь ошибка. Я думаю, этим братьям нужно сойтись, как мужчины, как мусульмане, дать по рукам. Просто объяснить ему в вежливой форме, что он неправый, наоборот, разряжали обстановку, так как он ее изначально накалял, являясь неправым. Причем тут нация. Какая разница, он дагестанец, чеченец или американец? Он там неправ. Вышел и начал разговаривать так, будто он прав. Вам какая разница вообще? Это я обращаюсь к тем, кто не знает, не видел, не был там и не знает, что произошло изначально. Че попало, пишут и говорят. В основном это просто боты с левыми профилями, которые хотят развести раздор и смуту. Я думаю, это даже в основном не чеченцы пишут, а просто люди, которые подхватили эту тему. И хотят создать смуту и раздор, потому что любой уважающий себя и здравомыслящий человек не будет писать, что попало в комментариях. Мы сами разберемся. Я мужчина. И он, по крайней мере, считает себя мужчиной. Мы сами разберемся, зачем разжигать межнациональную рознь. Когда он вышел, я ему сразу сказал, зачем ты оставил машину тут? Ты не видишь, что переградил дорогу? Он мне нет, чтобы просто сказать, не обессудь, брат, сейчас уберу машину. Он мне, человеку, который его 40 с чем-то минут ждал, искал, и мне срочно надо было ехать, говорит, ты как со мной разговариваешь? После чего я ему сказал, а как с тобой разговаривать? Потом он мне говорит, дай свой номер, потом, мол, пообщаемся. Я ему сказал, пойдем отойдем. А лучше отъедем, один на один пообщаемся. Он опять начал, чуть с повышенным тоном. Ты как разговариваешь? И раз пять это сказал. Потом он, видимо, вспомнил, что мы мусульмане. И произнес где-то раз пять, точно не помню, что мы мусульмане. Но, клянусь Всевышним, так и не извинился. После его слов, что мы мусульмане, я чуть смягчился. И немного успокоился. И сказал ему, да, мы мусульмане. И начал объяснять. И спросил у него опять. Ты зачем оставил машину? И преградил дорогу. Он сделал вид, что не слышит меня. И начал общаться с другим. Я подождал и подумал, этот человек не собирается извиняться. И чуть погромче сказал ему, что мне надо ехать, чтобы он не сделал вид, что не слышит. После чего он мне отвечает дважды с повышенным тоном. Ну езжай тогда. Ну езжай тогда. Это уже было издевательство. Как я выйду, если его машина преградила мне путь? После чего я не выдержал и ударил неоднократно. И бил его только я. Нас сразу разняли. Я в Аллахе. Подошел к нему после этого. И на расстоянии, потому что меня держали и его убрали. Сказал, пойдем один на один, отойдем. После чего он просто посмотрел на меня и отвернулся. Ты не мужчина, знай для себя. Ты мужчиной был бы. Мы с тобой один на один решили бы этот вопрос, никого не втягивая. У тебя не хватает мужского рассказать правду. Из твоего рта льется одна ложь. Это твоя сущность, тебе жить с этим. Хочешь решить вопрос, давай решим один на один, как мужчины. Никого не втягивая, если у тебя что-то мужское осталось. Ты никогда не задумывался, сколько тебе нужно денег для счастливой жизни? Я думаю, чем больше, тем лучше. Стать миллионером за день почти невозможно. Ну только если выиграть лотерею. А стать миллионером за год, можно кликнув на вот этот ролик. Там мой друг расскажет тебе о методике, которая позволяет зарабатывать от 3 до 10 тысяч, используя секретный алгоритм. Кликай и поторопись. Кто знает, может уже завтра она работать перестанет, а ты так и не успел забрать свои деньги. Не жди, действуй. Кликай прямо вот сюда. Удачи!